Заключение Вывод из всего вышесказанного прост. Судьба мира предопределена, и Всевышний рассказал нам о нашем будущем через своих пророков, чьи предсказания либо уже сбылись, либо сбываются на наших глазах. Но если так, могут сказать мне, стоит ли менять свою жизнь, отказываться от привычных удовольствий, исполнять обременительные заповеди, если в любом случае скоро придет Машиах и установит царство истины? Такая позиция глубоко ошибочна, ибо сказано, все во власти небес, кроме страха перед небесами, Талмуд Брахот 33 бет Иными словами, будущее наше предопределено, однако своим поведением каждый из нас может либо приблизить его наступление, либо отдалить. Добро, совершаемое отдельным человеком, сыном Израиля, меняет к лучшему нравственный облик нашего народа и всего мира, для которого нам заповедано быть духовным образцом. Жизнь показала нам, что можно следовать законам Торы во все времена и в любом месте земного шара. Творец никогда не требует от нас невозможного, а если мы и встречаем трудности на завещанном им пути, посылает нам свою поддержку, и мы, усталые, чувствуем новый прилив сил. Главное, не стоять на месте, а шаг за шагом двигаться вперед, к грядущему избавлению, уповая на милость Всевышнего. Мне хочется верить, что эта книга поможет вам, дорогой читатель, разобраться в самом себе и в мире, окружающем вас. Прислушайтесь, вы слышите приближающиеся шаги. Это идет к нам, Машиах. Ускорьте его приход.